Слова благодарности сегодня звучали в адрес героев военного времени и труда, героев Кубани, лауреатов государственных премий, кавалеров Ордена Славы и всех людей, совершивших подвиг ради Родины. Глава города Алексей Копайгородский и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов поблагодарили собравшихся за их самоотверженный труд, за образец мужества, а также за патриотическую работу среди молодежи. Мне очень приятно от имени депутата городского собрания Сочи тепло и сердечно приветствовать вас в этом зале и поздравить с праздником Днем Героев Отечества. Каждый из вас в действительности герой, потому что много было периодов в жизни нашего государства, когда нашей Родине бросали вызовы. Вызовы военные, вызовы прямой агрессии, вызовы холодной войны, вызовы горки вооружений, вызовы экономические, когда всю страну надо было восстановить, либо ее накормить хлебом, а это была целина, другие регионы, где нужно было строить, что-то строить, создавать новое производство. И везде наша страна выходила победителем. Почему? А потому что главная мощность своего государства, конечно, это вас, в людях. Потому что вы необычайные способности, патриотизма, гордости национальной, вы являетесь до настоящее время вот теми маячками, за которыми идут люди. Нужно это было поднять в атаку. Вы поднимались за собой. Нужно было у себя на производстве повести за собой людей. Вы это сделали. И поэтому и на вас тогда, в то время, когда вы совершали этот подвиг, даже еще не понимая, что вы совершили подвиг по этому поводу, вы были образцом. Вы и на сегодняшний день являетесь таковыми для всего нашего молодого поколения, которые вас всегда хотят видеть у себя рядышком, равняться на вас и стать такими же, как и вы, героями. С праздником каждой вас здоровья, счастья, мира и доброго. С каждым годом героев Великая Отечественная становится все меньше, но они стараются как можно больше информации передать молодому поколению. Уроки мужества для школьников проводят герой России Павел Сюткин, герой Советского Союза, первый командир спецподразделения Альфа Виталий Бубенин, военный летчик, герой России Евгений Федотов и кавалер Ордена Почета, заслуженный врач России, герой труда Анатолий Быков. Мы, наверное, должны сегодня на более высоком уровне активно содействовать тому, чтобы наша молодежь, и не только молодежь, вот практика показывает, что и гражданское население, многие тоже не знают уже в более пожилом возрасте и настоящего нашего города развития и так далее. Вот нить преемственности, наверное, то самое главное, что должно обеспечивать нашу активную работу. В этот день вспоминали и всех тех героев, кто ушел. Кстати, во всех районах города по инициативе Сочинского отделения Российского военно-исторического общества установлено 39 памятных табличек героям Советского Союза и России. 22 в центре, 8 в Адлере, 7 в Хосте и 3 в Лазаревском районе. Помимо этого, в Краснодарском крае имена героев до конца года присвоят всем образовательным организациям. В Сочи эта работа уже проведена во всех школах. Добавлю, что в городе продолжается опрос населения о присвоении Сочи звания «Город воинской славы». Проголосовать можно на сайте мэрии до 9 января.